Всем привет! Короче, мы едем на германские соревнования по не германский, германский. Мьянмар Мотор Спорт. Едем, сейчас покажу. Вот у нас чистый знак, 324 мили проехали, то это 522 километра. Нам ехать еще примерно... Сколько нам ехать еще? Километров 70 примерно. Вот, мы едем на... Собираемся всех выиграть. На самом деле нет. На самом деле мы пытаемся посмотреть, что будет. Я просто устал уже ехать и вообще 700 километров это как-то много. Тут очень классные виды. Там есть гора. Вся страна, где такой большой парник. Горы, с гор спускаются облака и лежат на земле. И жарище. Сейчас у нас 31 градус. При этом у нас время 11.53. То есть сейчас начнется еще только. А уже 31 градус. Речь не об этом. Мы едем в другой город. Город Мандалей. И попробуем там навести всем. В первую очередь себе. У нас Type-R. 2007 Type-R. 225 сил с LSD-блокировкой. И, в общем-то, мне нравится, как он себя ведет. Сегодня уже мы тормозили перед собакой на АБСе. Торможение с объездом отрабатывали кто в курсе. И также держались в скоростных дугах на over 150 км в час. Поперечный держак у резины хороший. Резина абсолютно какой-то нонейм. Торможение так себе, но, во всяком случае, оно предсказуемое. Поэтому что мы попробуем сделать? Мы попробуем сегодня попасть на практику. Потому что правильные пацаны тренируются уже со среды. А мы неправильные. Поэтому едем только в пятницу. Попробуем изучить трассу. Попробуем проехать медленно и постепенно ускориться. Посмотреть, где мы можем. Потому что многие приезжают на досящительных GTR-ах, на Lancer-ах. И попытаются там дымить. Мы дымить не будем. Ибо нечем. Мы будем обкатывать. Мы будем лёбить. И что там еще можно делать? Картинговать. Короче, план такой. План вкатиться. Особых надежд на победу нет. Поэтому сейчас мы все еще едем. Вообще природа тут офигенная. Офигенная. Я вот так вот первый раз выбрался, чтобы проехать прямо через пол страны. И могу сказать, что пол страны точно офигенная. Еще здесь есть Бенгальский залив с океаном, который не может быть. Нахерово. Облаканы у меня. Таких облаков нет нигде. Я даже самолета рассматривал. Отвечаю. Еду. Даже в Витебске. Спасибо большое. Что вы думаете? Как наши возможности победить сегодняшний ивент? Конечно, мы будем победить. Краун. У меня как-то спросили на каком-то выступлении. Вопрос задали. Как вот вы понимаете, когда газовать, а когда не газовать? Всегда газовать. Поэтому мы, конечно, попытаемся победить. Настрой только боевой. Нужно быть реалистами. Резина у нас говно. Многие бы приезжают на РСР. Но скилл не купишь на какие деньги. Поэтому попробую. Машина праворукая. Из интересных моментов. Я сегодня вместо третьей и четвертой передачи пару раз окно открыл. Если вы понимаете, о чем речь. Переключать передачи, как это делают девушки на курсах, когда сдают на права. Я вам покажу. Это выглядит примерно... Блин, как бы камеру не закрыть. Это выглядит примерно так. Вот я еду. Такая еду. Мне тут надо переключиться. Я такая педаль... Так, педаль там. Я вышел, а педаль... Так и... Где тут коробка? И переключаюсь. Вот примерно так я сейчас езжу. Поэтому надежд нет... Ну как, надежда есть. А каких-то прям супер ожиданий нет. Просто есть Type R. У нас... За нами едет... Наверное, там не видно. За нами едет еще Lancer. Но Lancer не намного мощнее. Зато намного тяжелее. Поэтому выбрали Type R. Будем вдвоем на нем дубасить по очереди. Таймотачить. Там еще будет дрифт. Поэтому я вам расскажу про площадку. По мере поступления информации покажу, что туда понаехало. А понаехало туда уже порядком. И вообще, чем это безобразие, все закончится. Короче, мы заехали в славный город Мандалей. Видео будет называться Короче. Заехали мы в Мандалы. И выехали из него благополучно. Там мы помыли машину. Будут фотки. Сейчас мы едем из Мандалы на место проведения в так называемый Yetanarkon Cyber City. Что-то типа университетского городка. Перед нами валят дрифтеры. Вот они. Это у нас Toyota Mark II. Шварда. И Силья. 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 Вот. Они пытаются раздавать угла в крутых поворотах. Для этого я записываю вот этот момент весь. Потому что может быть мы где-то увидим что-то больше первой передачи. Ну вот. Сейчас они попытаются что-то изобразить. Ну. В общем. Как говорится. Для такой дороги. Нужно. Это железобетонное очко, чтобы дрифтить. Поэтому. Поэтому подождем следующего крутого поворота. Поехали. 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 Стантрейдеры. Вообле. Тоже стоит дом. Стантрейдеры. Важная конфигурация. Ах. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Доброе утро! Пока мы добираемся на место проведения... Good morning! Пока мы добираемся на место проведения... Пару слов о местном трафике... Вот такое безобразие... Мы поехали дальше... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо... Мы начинаем... Мы сейчас начинаем подниматься в горку... Такая горная дорога... Затяжной... Отхил... Сейчас мы им поднимемся... Все очень рады, мы им замахали ручкой... Здесь просто очень красиво... Здесь просто очень красиво... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы преследуем золотистые ВМВ... Соразаясь местными наречиями... Виачейзин шве МВ... Вот мы на месте проведения... Мероприятия... Всех уволил... Собралось очень много машин... Самое время очковать... Я сейчас расскажу, что происходит... Наверное, будут маты... Я постараюсь без них... Изначально было заявлено, что... Мероприятие пройдет в воскресенье... Гонки... Состоится тайм-атак и дрифт... В тайм-атаке три класса... А, Б, С... Определяются совершенно на глаз... У меня сейчас понадобятся очки, наверное... У меня есть рюкзак Мерседес... Реклама в кадре... Поэтому мы сделаем пока так... Классы... Определяются совершенно... Совершенно на глаз... Over 500... Это класс А... Машины попроще... Это класс Б... Куда я попадаю на Тайпере... И... Класс С... Это помойки... Это помойки... Типа... 1,3... 1,2... 1,5... Ну, короче... Чтобы у них тоже был какой-то шанс... На... Поучаствовать в соревнованиях... И чего-то там назанимать... Получить призик какой-нибудь... Или сюрпризик... Вот... Значит... Мы получили... Замечательную наклейку... Мандалы... Что-то типа того... А также... Наклеили... Стартовый номер... У меня стартовый номер... У меня стартовый номер 64... И 65... И вот сейчас начнутся март... Изначально планировалось... Что мероприятие пройдет... В два дня... В субботу выставка автомобилей... Станк-шоу... И прочие такие мероприятия... В воскресенье... Тайм-атак... Всех трех классов... И дрифт... Собралась на сегодняшний день... Я не могу сказать точно... Ну... Примерно... 50 может быть... Участников уже... Вчера... В пятницу... Мы приехали на практику... И установили... Лучшее время дня... На Тайпере... Вот на этой вот машинке... Это было приятно... Но неприятно было потом... Когда сказали... Что гонка в субботу... То есть сегодня... Это не прикольно... Мы рассчитывали на воскресенье... По... Различным соображениям... Мы рассчитали на воскресенье... Сказали... Что гонка будет в субботу... Но может быть еще и воскресенье... Поэтому... Мы... Заявились в два класса... И в итоге я поеду... В классе Б на Тайпере... И в классе А на... Ланцере... Сегодня утром выяснилось... Что... Все классы тайм атака... Проходят сегодня... А завтра только дрифт... Поэтому я сегодня откатываю... Два класса... Сажусь в машину... И еду 700 км в бэк... Ну... Не сразу... Я конечно посплю перед дорогой... Никогда не стоит... Уставшим ездить... А сейчас пару слов о площадке... Значит... Все это мероприятие... Происходит... Вот здесь... Выглядит вот... С обратной стороны... Выглядит вот так... Мы сейчас... Пойдем... Пройдемся вдоль площадки... Расскажу про конфигурацию... Конфигурация... С одной стороны простая... С другой стороны... Очень накрученная... Но... В то же время... На небольшой... Сравнительной площадке... Удалось... Сделать что-то интересное... Удалось... 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 Расскажем! может быть 150 на 100 что-то вроде того сейчас мы в ползем на сам трек немножко там поснимаем привет нашему другу тимати 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 поставщик континентал дешел на все это замечательную страну у нас есть накат а точнее грязь в поворотах когда это кого останавливала этом на этом про площадку пожалуй пока все что будет дальше у нас будет два проезда один тестовый который не хронометрируемый и второй будет на время очкую очкую немножко потому что да потому что блин надо с первого раза проехать правильно но с другой стороны тактика такая надо просто проехать точно без никого не удивлять почему потому что много кто напорит ошибок в первой попытке тут нужно просто проехать просто блин проехать ну дальше дальше будут результаты болейте за нас топ спид все дела а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Куда угодно, вообще никогда не забывайте крем для загара Знаете анекдот, в котором объясняется разница между теоретически и практически? Вот у меня такая же ситуация Я еду обратно, уже накатался Теоретически у меня лучшее время в классе На секунду быстрее всех остальных И где-то топ-5 в Абсолюте Практически у меня четвертое время в классе Потому что пошел дождь Конечно, можно сказать, что резина, машина и все прочие дела Да, но я не буду этого говорить Почему? Потому что я проехал в дождь в 45,6 В 45,6 было мое время Лучшее время было 44,6 Потом сел товарищ Тот, кто проехал 44,6 Сел на Type-R И проехал Так, ради интереса И получилось у него 44,5 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, нельзя И я тоже сел и проехал По-сухому По-сухому И получилось 43,6 Поэтому теоретически у нас 3000 долларов А практически Две и один Вот, значит По сути, это была джинхана Надо было на время проехать трассу И мы ее проехали Что хочется сказать? Хочется сказать, что Type-R очень конкурентная машина И при правильной резине И в правильных углах Она прям вообще Прям вообще Вот Ивент оказался интересным Были выступления еще каких-то байкеров Все в шлепках Все байкеры Блин, в шлепках Это трындет Вот Сейчас я еду обратно Вот на таком автомобиле На нем я участвовал В классе А Но поскольку резина здесь еще хуже, чем на Type-R Я показал время Почти такое же, как на Type-R Субтитры создавал DimaTorzok Только на этой машине я ехал по сухому А на Type-R По мокрому Там было что-то около 45 или 46 секунд Что-то типа того Ну, в общем-то Соревноваться на нем я и не собирался Но прикольно Прикольно Что хочется сказать Привет всем нашим Приезжайте Занимайтесь Да Очень важный момент В секунде В моем классе В секунде В моем классе было примерно человек 20 Всего было машин 50, наверное В моем классе В секунде Блин Вау Вау, мать твою В секунде 4 человека То есть, да Многие чмырят ужасно Там Едут Плужат наружу Или там Боятся дёрнуть ручник Или дать угла Или еще что-то Но Из тех, кто едет Едут люди очень плотно Даже с учетом того, что Классы поделены На глазок Очень приятно Посоревноваться Есть реально быстрые ребята Познакомился с некоторыми из них Вот Поэтому Что? Поэтому все Мероприятие Проходит еще и сегодня Сегодня будет дрифт Из Китая приехал Какой-то судья Вот такой Вроде как И будет судить соревнования Вот Я уже Уехал оттуда Поэтому Без меня обойдутся Вот Страна очень интересная Таких тайперов Здесь всего два И каждый стоит Тысяч сорок Во время Проведения Самих соревнований Порядка было Немножко больше Чем на тренировках На тренировках Но у нас бы Такие соревнования Свернули Наверное В первые полчаса Потому что Когда Пять машин Лупим боком Навстречу друг другу Я был Немного Ушотся Нормально Короче Поставленные задачи Мы выполнили И даже Перевыполнили Бороться можем Бороться есть за что И бороться дальше будем Когда следующее соревнование Никто не знает Где они будут проходить Тоже никто не знает Потому что В Янгоне Они запрещены Ну не то что запрещены Но там все ужасно Там даже запрещены Сейчас Большие Глушители Такие вот Банки Прямоточные Прямо полиция Дрючат за них А Тут Мандалее Пожалуйста Приезжай Дубай с боком На площадке Хоть каждый день Зрителей было много Параллельно проходила Автовыставка Были всякие машины Там красивые Парочка BMW Какие-то бусы Разрисованные Ну короче Приколь Ничто себе Ничто себе С поборницей Вот мне осталось До Янгона 85 миль Я уже поспал Попил Вот Рэдбул остался Швебул Собака Увернулся От собаки Только что Банка Банка Реклама Реклама Местный Рэдбул Смотрите Швебул Он даже в кадре Отсвечивает Потому что Настолько шве Да елки Опять собака Ну вот смотрите Сами Ну как так можно Каждые 500 метров По собаке Думаете я преувеличиваю Ну вот Короче все было классно Ну вот это что Что это такое Иди отсюда Вообще капец И вот так вот Так и едем Так уже 600 километров Площадка находится в горах Когда едешь Некоторые моменты Ты видишь бордюр И за ним небо И понимаешь Что мало того Что это в горах Так это еще и смотрит Куда-то вверх Ну Очень интересное ощущение Хотелось бы Больше гонок тут Но Что есть То есть пока Все Я не знаю Что еще добавить Подписывайтесь Ставьте лайки До новых встреч Слушай Слушай Дэн Слушай Слушай Дэн Слушай Дэн Дэн Слушай Слушай Продолжение следует... 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 Продолжение следует...